Всем большой-большой привет! Меня зовут Таня и в сегодняшнем видео мы с вами посмотрим мои покупочки из магазина FixPrice. Давненько я не была в этом магазине, тут забрела случайно за пластилином, ну и конечно же набрала, как всегда, больше, чем хотела. Я всегда в магазине FixPrice что-то интересненькое для себя нахожу. И, кстати, покупки будут довольно-таки интересные, поэтому всех приглашаю к просмотру. Всем желаю приятного просмотра, ну и давайте уже посмотрим. Итак, первое, что вы видите перед собой в кадре, это как раз-таки вот такой декоративный элемент, который мне понравился, я решила взять. Там были представлены разные вот эти вот тыковки, они вязаны из пушистых таких ниточек, здесь веревка-бечевка и стоила она 149 рублей. Давайте поближе покажу информацию, если кому-то здесь что-то будет интересно. Ну, я взяла, вот знаете, больше для каких-то декоративных целей эту тыковку, очень она мне понравилась и пусть будет. Так, дальше давайте, наверное, пройдемся по продуктам. Что я взяла из продуктового, было совсем немного этих товаров. И давайте покажу. Так, первое, это вот такие вот вафельки Акульчев без пальмового масла. Они очень бюджетные. И здесь 18 вот таких вот кружочков, 125 грамм. Стоимость была 55 рублей. Давайте поближе информацию, если кому-то интересно. Я уже брала другие вафли от этой марки, они мне очень-очень нравятся. Тут увидела вот эти вот кругленькие. Их, конечно же, взяла. Причем цена тоже мне понравилась. Хорошая, бюджетная, поэтому взяла. Так, дальше следующий продукт. Это вот такое печенье с шоколадной крошкой и изюмом. Марка у нас славянский терем. 79 рублей. Все цены я, как всегда, для вас подписала. Так, здесь 400 грамм. Беру их первый раз, буду пробовать. И интересно, мне тоже было очень. Подобные печенюшки мы любим. Будем кушать с огромным удовольствием. Я думаю, что они нам понравятся. Так, дальше. Следующий из продуктового. То, что я взяла, это увидела вот такую огромную. Смотрите, если с моей ладошкой сравнивать. Какая большая эта шоколадка. 190 грамм. Так, что тут у нас? Домашний вкус, профессиональное качество. Так, и вот здесь информацию тоже поближе покажу. Кому интересно, стоимость ее была 79 рублей. Так, ставим сюда. Думаю, не упадет. Так, дальше. Зачем, собственно, я шла в магазин FixPrice? Это мне нужен был пластилин. Купила я две вот таких упаковки сыну-школьнику. 89 рублей стоила каждая упаковка. Ну, и давайте открою, покажу, какие здесь есть цвета. И также пластиковый ножичек в наборе. В общем-то, обычный пластилин. Просто он был нужен. Так, давайте я, наверное, вот так здесь положу, чтобы больше входило в кадр. Так как покупок будет немало. Так, дальше. Следующее. Взяла из расходников то, что мне было нужно. Это вот такие обычные губки для посуды. 7 штук. Стоимость 55 рублей. Но не будем слишком долго мы на них останавливаться. Так, дальше еще из хозяйственного. То, что мне было нужно, я взяла вот такие салфетки. 5 штук из бамбукового волокна. 79 рублей стоили они. И еще взяла вот такую губочку. Мне была нужна Бон Хоум. Кубка для уборки. 55 рублей ее стоимость. Ну, и давайте информацию. Размер 15 на 9 сантиметров. Здесь вот эта вот часть очень-очень мягкая. А вот эта уже такая грубая. Так, дальше. Увидела тоже для обихода такого бытового. Думаю, что нужная все-таки вещь. Это вот такие перчатки полиэтиленовые. Хозяйственные. Здесь 100 штук. И всего лишь 55 рублей. Мне кажется, классная цена. Вот так вот, допустим, замесить какой-то фарш. Что-то где-то дома убрать. Может быть, очень грязное. Если вы не хотите трогать это руками, то вот классная вещь. Либо же также красить волосы. Да вообще, что угодно, мне кажется, в быту пригодятся. Воспользовался, выбросил. И цена вообще просто замечательная, я считаю. Так, дальше еще по губкам. Что-то я тут губок понабрала. Ну, потому что дома их уже совсем нет. Вот такие вот губки для посуды. Только эти уже целлюлозные у нас. И стоимость их была 59 рублей. Здесь в упаковке их две штучки. Такие, в общем, они другие. Девчонки, кто знает, те поняли. Целлюлоза здесь, а не губчатый такой материал. Так, значит, вот такие. Дальше следующие. Из канцелярии еще, когда брала пластилин, увидела тоже. У нас дома как раз-таки почему-то нету степлера. А он был нужен нам недавно. И вот я увидела, думаю, надо взять степлер со скобами. 500 штук их здесь у нас. И стоимость его была 149 рублей. Давайте поближе информацию, если кому-то будет что-то интересно здесь почитать. В общем-то, тоже нужная вещь. Так, дальше еще тоже мне было нужно, но я почему-то не посмотрела на цену, схватила. И оказалось, эта покупка совсем-таки не бюджетной. Это вот такие нитки Мулине. Набор школьный. 100% хлопок. 149 рублей. Девчонки, вот эта вот упаковочка стоила. Вот такие здесь цвета. Но я считаю, что это дороговато. Не знаю даже, сколько сейчас нитки стоят в других магазинах. Я давно их не покупала. Но вот на глаза попались. Я думаю, потом будут нужны. Я буду ходить искать. Лучше возьму. Ну, что теперь? Пускай будут. Так, дальше. Также увидела, попались мне на глаза и были нужны. Но специально за такими штуками я не хожу. Это вот такие вот палочки для маникюра. Деревянные, 30 штук. Стоимость 79 рублей. И здесь удобная упаковочка. Зип-пакет. Вот такие вот палочки. Тоже информацию покажу, если кому-то будет интересно. В общем-то, тоже такой расходный материал, который мне нужен. Дальше еще на глаза мне попалась вот такая вот складная коробка. Они там представлены вообще разные. С разными надписями. Есть совсем без надписей. Эта конкретно коробочка выглядит вот так. Она собирается. 99 рублей ее стоимость. Так, и давайте поближе покажу размер. 150 на 300 миллиметров. И, собственно, вот инструкция по сборке. И я думаю, пусть будет, пригодится. Понравилась мне по расцветке эта коробочка. И я решила взять. Так, дальше следующее, что я купила, это вот такой вот кошелечек. Увидела тоже интересный, смешной. Решила взять для дочки поиграться. Он такой мягкий, как будто бы кожаный, приятный на ощупь. Так, на замочке вот здесь вот. Довольно-таки объемный. Много здесь места внутри. И стоимость его была 199 рублей. И давайте поближе информацию. Тоже, если кому-то что-то будет здесь интересно почитать, то смотрите. Так, и размерчик, кстати, его. Так, 7 сантиметров на 8 сантиметров и на 4 сантиметра. Ну, интересненький. Так, следующее, что я вам покажу. Так, это я еще взяла из посуды. Две таких вот тарелочки, пиалочки. Как их правильно назвать? Первая выглядит вот так. Здесь у нас объемчик 310 миллилитров. Стоимость 59 рублей. Нужна мне тоже была. Попались на глаза. Я думаю, интересные, прикольно выглядят. И вторую вот я взяла чуть-чуть побольше. Думаю, как супницу буду ее использовать, скорее всего. Так, здесь у нас уже объем 500 миллилитров. Пиала Болл 79 рублей. Марка, конечно же, Китчен, которая представлена у нас в Фикс Прайсе. Вообще, много всяких там интересных товаров из посуды представлено. И, конечно же, я соблазнилась. Так, дальше. Попался мне на глаза еще вот такой вот скраб. Никогда не брала, не пробовала. Это скраб пилинг солевой для тела. 59 рублей. Моделирующий экзотические личи и гуава. Давайте поближе вам информацию на упаковочке покажу. Так, и объем здесь у нас сколько? 330 грамм. Смотрите, он вот такой вот текстуры. То есть, он жидковатый, не сухой. Ну и давайте я, наверное, открою. Ммм, вкусно пахнет. Вообще, такой фруктовый, действительно, экзотический аромат. Вот видите, что он стекает. То есть, он не прям сухой такой. Вообще, я беру скрабы в магазине Fixed Price. Они там всегда бюджетные. И мне, в принципе, нравятся. Там есть разные и погрубее, и понежнее. В общем-то, я довольна ими. Так, дальше. Следующая покупка, которая была. Это я увидела вот такой органайзер для косметики. Стоил он, правда, не бюджетно, как оказалось. Тоже на кассе я только увидела, что он 199 рублей. Его стоимость была. И давайте покажу, вот как его можно использовать. То есть, его можно ставить хоть вот так, стоя. И вот так туда что-то складывать. Можно вот так ставить, что-то вот так туда складывать. В общем-то, по-разному. Но привлек мое внимание. Вот я взяла. Пусть будет теперь уже. Так, дальше. Следующая покупка нужна мне была для поделок осенних. В школу, в садик детям. И я взяла. Это вот такие вот паучки. Там сейчас как раз всякие осенние штуки в магазине Fixed Price представлены. И, в общем-то, это у нас светящиеся в темноте пауки. Их здесь 12 штук. И стоили они 59 рублей. Повторюсь, что они нужны мне были для поделок. Мне вообще не важно, будут ли они светиться или нет. Ну, вот я взяла. Нужны были. Так, дальше. Следующее. Что я вам покажу. Также видела в обзорах у девочек и слышала неплохие отзывы вот на такое средство. Это у нас от Кера Нова. Мгновенный восстановитель структуры волос. Против выпадения для ослабленных волос. Усиленная форма. Кератин, депантенол. Сокращает выпадение. Стимулирует рост волос. И придает блеск и объем. Марка Флоресан. Так, сколько здесь? 275 миллилитров. И, в общем-то, стоимость 79 рублей. Давайте немножко поближе информацию. Если кому-то интересно, на паузу можете поставить, почитать. И, кстати, я вот уже вижу, что здесь довольно-таки неплохой состав. Экстракты репейника, хмеля и крапивы входят сюда. Ну, в общем-то, буду тестировать. Брызгать себе на волосы. Также дочке я иногда маленькой своей брызгаю на волосы, чтобы было легче их расчесывать. Поэтому уйдет у нас это средство в расход. Далее еще из канцелярии я купила вот такие ручки. Это у нас набор шариковых ручек для комфортного письма. Эргономичная форма. Здесь, в общем-то, резиночка такая, чтобы было удобно держать, чтобы рука не скользила. Четыре штуки и синее чернила. Ну, уж проверять я их не буду. Думаю, пишут. Вот такая марка. Хаппер Дуппер. И стоимость 59 рублей. Так, дальше. Следующая. Еще из канцелярии я приобрела вот такой вот нож канцелярский. Он сделан в виде вот такой кошачьей лапки. Прикольный, интересный. Вот так вот выдвигается. И стоимость его 49 рублей 50 копеек. Информация также. Вот такой канцелярский ножичек. Дальше. Увидела кремушки возле кассы. Интересные, красивые дизайны. И мне захотелось приобрести первый вот такой розовый красивый флакончик. И что меня именно привлекло, это то, что здесь йогуртин, масло авокадо, гиалуроновая кислота и масло ванили. Крем для рук йогуртовый. Мне нравятся вообще йогуртовые отдушки. Вот в таких вот подобных средствах. И стоил он 79 рублей. Также поближе покажу информацию. Кто-нибудь может почитать, если кому-то интересно. Значит, один вот такой для рук. И также два кремушка для ног из новогодней серии. Уже я увидела имбирный пряник разогревающий. Очень симпатично выглядит дизайн. Кстати, объемчики у них по 50 миллилитров. Я, кстати, думала по 30, но нет. Здесь по 50 миллилитров. И вот такой вот еще. Стоили они все по 79 рублей. Таких для ног я взяла две штучки. И последнее, девчонки, что купила. Давно уже смотрела я тоже на этот товар. На этих куколок-пупсиков. Хотела как-то дочки взять. И тут решила... Смотрю, что они уже как будто бы заканчиваются в магазине FixPrice. И я взяла сразу же три штучки. Она у меня любит сейчас очень играть куколками всякими. Ей три года, особенно вот маленькими. И я взяла. Посмотрите, какая милота. Они вот в таком вот шарике. Я, конечно, все сразу их ей не отдам. Может быть, на какие-то праздники, на какие-то события маленькие буду ей дарить. По одной штучке. Эта игрушка у нас называется «Спящий малыш». Стоимость 149 рублей такого шара, такой куколки. Так, и первая, значит, у нас вот такая. Следующая. Вот такая. Они там абсолютно разные. Всякие представлены в разных одеждах, с разными дизайнами. Кстати, вот этот шарик у меня треснутый. То ли это я его треснула, пока до дома несла. То ли он такой и был, но мне кажется, в магазине-то я смотрела, было все нормально. В общем-то, вот такой вот милый малыш тоже. И третий, которого я выбрала, выглядит вот так. Он уже как в комбинезончике, в шапочке. Ну, интересно. Моя дочка любит такое, и поэтому я решила взять. Вот все, в общем-то, это все покупки, которые у меня были на сегодняшний день из магазина «Фикс Прайс». Пишите, делитесь, что из этого брали вы, что вам понравилось, напишите. И всем спасибо большое за просмотр, за внимание. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok